МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Николаевич Рогозин, председатель правления Тверского областного отделения Международного общественного фонда, Российский фонд мира. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Иван Александрович Дубровин, профессор кафедры патологическая анатомия Тверского государственного медицинского университета. Иван Александрович, здравствуйте. И Максим Викторович Кормушкин, общественный деятель, издатель книг, член Российского военно-исторического общества. Максим, добрый день. Уважаемые друзья, с 16 по 18 ноября на территории мужского монастыря Нила Столобенской пустыни в Осташковском районе Тверской области проходила научно-практическая конференция на тему российско-польских отношений. В частности, обсуждались сложные вопросы истории, включая вопрос судьбы польских военно-пленных, содержащихся в 1939-1941 годах в советских лагерях. Не пришли стороной участники конференции и вопросы, касающиеся Медновского мемориального комплекса. Я знаю, что конференция была очень насыщенной, было большое представительство. И эту конференцию можно смело уже назвать международной. Давайте относительно участников, а потом все по порядку. Максим, с Вас начнем. Давайте. Конференцию действительно можно назвать прорывной, потому что если раньше конференции проводились на каких-то частных площадках, можем назвать, в Москве, в Твери, то сейчас организатором выступило российское военно-историческое общество. И совершенно, конечно, был другой уровень. И освещение этой конференции, и присутствие международных экспертов. Впервые были приглашены представители Польши. Раньше нас обвиняли, что мы не приглашаем мемориал, хотя мы приглашали. Но теперь эти обвинения совершенно четко могут быть дезавуированы, потому что российское военно-историческое общество официально, на бланках своих и прочее, Польши направляло письменно приглашение. Направлены были временно поверенному по делам в Польшу. Там посла нет сейчас, там есть временно поверенное посольство Польши в Москве. Все это было направлено. Но вот эта сторона, она, как всегда, их политика и участие. Не ответили ни да, ни нет? Просто приглашали? Да, ни нет. Они вообще ничего не ответили. И, соответственно, дискуссия все равно была. Дискуссия была, потому что все-таки такое количество народу, экспертов, у каждого есть свое мнение. Каждый видит эту проблему по-своему. Но все сошлись в том, что пора подвести какой-то уже итог этой, может быть, борьбы. Потому что текст резолюции, который, надеюсь, мы неоднократно сегодня вернемся, потому что это очень важно, действительно прорывной и свидетельствует о каких-то глобальных сдвигах в этом вопросе, по крайней мере, здесь у нас в стране. И чего мы, честно говоря, ожидаем и с польской стороны, и с стороны всего мирового сообщества. Потому что, наверное, время пришло. Уважаемые друзья, эта конференция, это была дискуссия. Это была дискуссия, это не была констатация каких-то фактов. Вы знаете, дело в том, что это, к сожалению, настоящая дискуссия не получилась, потому что противоположная сторона традиционно проигнорировала, понимаете, вот эти апелляции, что вы нас не приглашаете, вот я согласна с коллегой, что на самом деле мы-то готовы к диалогу, и мы хотим его, мы его страстно желаем. Чтобы, наконец-то, выложить все наши совершенно фактологические, четкие соображения, и очень много новизны, вот Иван Александрович наверняка расскажет. Ну, он нам сегодня расскажет, да, мне было тоже очень интересно, что это такое. Да, это обязательно, потому что я вот как историк очень много нового услышала на этой конференции. К сожалению, дискуссии не получилось. Но нового, то, что нас обогатило, и обогатило понимание этой проблематики, там было, я согласна с Максимом, что это была прорывная конференция, и я очень рада, что я в ней поучаствовала. Вот я читаю резолюцию, у меня есть текст резолюции после этой конференции. Я хочу просто нашим радиослушателям, телеслушателям, можно, если так сказать, что были историки, политологи, общественные, политические деятельности, деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, тоже Смоленска, Волгограда, да. Видеосвязь с зарубежными участниками, вы уже сказали, это США, да, и это Польша. Ну, США записал послание Гроверфир, он не участвовал онлайн, потому что в его возрасте, там, ночь. А вот представительница Польши была, она была онлайн, участвовала во всем. Гроверфир, наши телезрители наверняка уже слышали это имя, да, это та самая, автор той самой книги, да, которую издавали на народное пожертвование, да, Максим, вы были издателем этой книги. Да, мы собрали необходимую сумму, издали книгу, и реакция вот самого автора Гроверафира, профессора, была такая, что эта книга слишком хороша, он имел в виду, что там в США она была издана в мягком переплете, вот, всё здесь, она была издана в твёрдом переплёте, вот, пожалуйста, и дополнена материалами наших круглых столов, которые уже ещё больше дополняют вот эту вот фактуру, текстуру этой книги. Елена, хотелось бы, пользуясь случаем, вам преподнести это издание. Спасибо, Гроверфир. Очень хорошее, насыщенное, красивое и, главное, содержательное. Тайна Катынского расстрела, как всегда говорил наш друг Сергей, да, что Катынского, Катынского расстрела. Там тоже была дискуссия на эту тему, да, но всё-таки основная суть, конечно, не в этом. Да, 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 конечно. А в судьбах людей всё-таки надо всё это разобраться. Конечно, тут всё надо много разбирать. Уважаемые друзья, цель-то всё-таки какая была, какая основная цель? И то, что этой темой заинтересовалось военное, российское, военно-историческое общество, это уже большой шаг вперёд, вот, на мой взгляд. Ну, смотрите, наконец-то, вот, отдельным разрозненным энтузиастам, учёным, политологам удалось донести, можно сказать, до всего общества мысль о том, что подход, который был с 90-х годов к этой теме, что это был пропагандистский подход. Это абсолютно точно, и это зафиксировано в резолюции. Вот в чём основной вопрос. Это пропагандистский появилось, да? Потому что мы раньше называли это официальной версией. Потому что расходятся факты с тем, что утверждалось, начиная с 90-х годов, и с тем, что на самом деле доказано и обнаружено, и зафиксировано. Да, позвольте, я разговью эту совершенно справедливую мысль Максима, просто немножко дальше. Действительно, уже в самом начале 2000-х годов, когда была официально объявлена вот эта версия, так сказать, официальная версия, согласно которой, по приказанию Лорентия Павловича Берия, который возглавлял НКВД, был приказ о расстреле польских военнопленных, и этот приказ был приведён в исполнение сотрудникам НКВД на территории Смоленской области и на территории Калининской области. Значит, это вот такая была официальная версия. Но уже тогда, когда она в начале 2000-х, нулевых годов появилась, уже тогда были множество моментов, фактов, которые не укладывались в эту официальную версию, парадигму, скажем так. Они не укладывались, но их игнорировали. Потом годы шли, количество этих фактов увеличивалось. Вот, например, всем известны эти фамилии, которые всюду на всех конференциях звучат. Это Кулиговского и Маловейского. Да, эти фамилии уже стали притчевызоваться, можно сказать. Они притчевызованы, но я вам хочу сказать, к ним всё не сводится отнюдь. Например, в том же самом отчёте Буца, там совершенно, почему об этом не говорят широко, там упомянуты, например, фамилии Ливандовского, Эдуарда Ливандовского и Михаила Арсенковича, который и их документы, этих двух людей, военных и польских, были найдены среди останков, вот на конкретном, пардон, трупе, вот именно уже в Катыни. А их имена и таблички с их именами присутствуют в Медном. В Медном. Ещё одна нестыковка. Ольга Александровна, я вас вынуждена прервать, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, и мы вновь вернёмся в эту студию, не переключайтесь. 300-190, телефон на прямом эфире. Уважаемые друзья, ещё раз здравствуйте, мы в эфире программы «Темы дня», работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о, можно сказать, международной конференции, которая состоялась с 16 по 18 ноября на территории Осташковского района Тверской области, «Мужской монастырь» на Нилостолобенской пустыне. И так обсуждались вопросы российско-польских отношений. Сейчас говорим о том, что наша Тверская область непосредственно связана с этими спорными вопросами, и уже очень много споров ведётся, очень много лет. Ольга Александровна, вы начали называть фамилии, польские фамилии. Каким образом они, ещё раз поясним нашим телезрителям, связаны с нашей Тверской землёй? Да, то есть получается, что несколько, два человека, Кулиговский и Маловейский, это уже доказано, потому что их жетоны найдены на территории массового захоронения на Украине, в Волынске. И их же таблички с этими именами, медные таблички, присутствуют в мемориале «Медная». Это нонсенс, это абсурд. Не могут быть одни и те же люди, один и тот же человек захоронен в двух разных местах. Но ещё раз повторяю, уже несколько раз эти фамилии звучат, а таких имён, если заниматься настоящими архивными и даже поверхностными поисками той публицистической литературы, которая на эту тему опубликована, там просто другие фамилии ещё появляются. Вот я хочу повторить фамилию Эдуарда Ливандувского и Михаила Арцинковича. Их документы найдены в массовом расстрельном захоронении в Катыни или Катыни. То есть опять получается, что эти люди захоронены под Смоленском, и их же таблички, их же фамилии фигурируют в Медном. Ольга, это такое ощущение, как для массовости, что ли, вот эти фамилии вписывались или что это такое? Куда они вписывались? В мемориал медновский. Туда и туда. Как они возникли, это известная история. Они в своё время просто, это так называемый список, который передал Горбачёв польской стороне, это списки более 6 тысяч польских военноплённых, которые из лагеря, лагеря, где содержались эти люди в Осташкове, они были этапированы в направлении Калинина для дальнейшего разбирательства. И этот список 6 тысяч лёг в основу утверждений абсолютно голословных и таких вот несправедливых, что эти же и люди были расстреляны в застенках НКВД. Здесь хотелось бы ещё включить элементарную логику на бытовом уровне. Вот понятно, что специальные знания, они есть у историков, которые изучали необходимые материалы. И есть официальная позиция России, в частности, отражённая в меморандуме Минюста. Есть данные, которые чётко говорят, что было обнаружено и сгумировано останки 243 человек, из которых лишь 16 были идентифицированы именно как поляки. Вот, вопрос-то в другом. Вот даже на бытовом уровне давайте мы с вами задумаемся. Вот какова логика событий из Осташкова перевести в город Тверь почти 6,5 тысяч поляков, чтобы здесь их расстрелять в подвалах НКВД, которые тоже не приспособлены для пропуска такого объёма людей. И потом, вот просто даже на бытовом уровне, если попытаться представить себе вот эту цепочку, она уже выглядит абсурдной. Просто 6,5 тысяч поляков, почти 6,5 тысяч, привезти из Осташкова в Тверь, здесь их зверски расстрелять в подвалах и потом ещё свозить в Медное. Ну вот логика где, скажите, надо же просто иногда попытаться разложить всё на свои полочки. И я думаю, что вот как раз в этой ситуации патологоанатомы позволили поставить несколько точек в этом деле, потому что здесь опять же подключились уже профессионалы. Потому что элементарной логики порой бывает недостаточно, да, она может быть убедительна, но не для всех. Но когда говорят профессионалы уже, скажем, языком неоспоримых фактов, ну вот против этого-то называется уже не попрёшь. Как и не попрёшь, вот давайте теперь, что сложилось с Катынь? Ну это знак равенства у нас мы сейчас ставим. Катынь и Медное, да? Что там было, какая официальная версия была, вернее, то, что хотят преподнести нам оппоненты? Безусловно, Ирина, вы совершенно правы. Два этих явления, Катынское захоронение и Медновский мемориал, это звенья одной цепи. Это вот этот больной польский вопрос якобы невинно расстрелянных польских интернированных военнопленных, которых вот здесь вот расстреляли. Поэтому разбираться отдельно с Медновским захоронением невозможно. Нужно разбираться в комплексе. И именно, напомню, что в Медновском захоронении, в Мемориале, вернее, там вообще нет массовых захоронений. Нет там польских захоронений, как вот правильно совершенно сказал Сергей Николаевич. Там есть определённое количество, вовсе не тысячи, а десятки идентифицированных, так сказать, обнаруженных. А вот в Катыни там, да, там тысячи. Но кем они были расстреляны? И когда в сороковом ли году сотрудники НКВД, в сороковом, как утверждают наши оппоненты, или в сорок первом году, уже летом, когда немцы оккупировали эту территорию, для того, чтобы не было у них вот этой обузы, много тысяч военнопленных, их надо кормить, содержать, тем более они работали на секретном объекте, а что с ними делать? Вот наша сторона утверждает, что они были немцами расстреляны. И здесь совершенно неоценимый вклад и помощь оказывают специалисты, судебная медицинская экспертиза. И вот тот доклад, который я на конференции, который мы сейчас обсуждаем, я выслушала доклад Ивана Александровича, да, мне бы очень хотелось сейчас, чтобы он об этом рассказал. Я просто на терпение жду, но я хочу добавить, что ведь тогда, после войны, когда выезжала комиссия Бурденко? В 43-м. В 43-м году выезжала комиссия Бурденко, но этого оказалось недостаточным, да? Ведь комиссия Бурденко того же сделала, тоже определенные выводы. И Иван Александрович, что удалось установить уже наукой, мы подчеркиваем, это научное изыскание, да? Да, благодаря подсказке Александра Анатольевича Бутузова, я поработал по этой теме, по открытым источникам. Их оказалось не так уж и много, я имею в виду источники, в которых медицинские вопросы освещены. Первый такой большой источник – это информация от доктора Бутса. В его информации сообщается о количестве извлеченных трупов из могил, о количестве исследованных путем вскрытия, и результаты вскрытия изложены. Количество вскрытых трупов оказалось очень незначительным. То есть это десятки вскрытий. При этом сообщается об извлечении свыше 4000 трупов. Это мы говорим о Катынском захоронении. Да, 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 да. То есть как на суде вы говорили, да? Дальше извините. Поскольку экспертная судебно-медицинская комиссия работала с конца апреля и в мае 43-го года, то от момента захоронения прошло около трех лет, полных лет. Ну и безусловно, в этих условиях установить давность захоронения можно только по поздним трупным изменениям. Ну и здесь только по трем трупным изменениям можно определять давность захоронения. Это по гниению, по мумификации и по жировоску. Жировоск развивается в водной среде. Это так называемое омыление тел. И здесь есть четкие судебно-медицинские критерии по определению давности захоронения с помощью использования этого критерия. Если жировоск сформировался частично, то это менее года. Если больше года, то наблюдается полный переход тела в состояние жировоска. Мумификация. Частичная мумификация у захороненного трупа наблюдается через 2-4 месяца и проходит около года, когда развивается полная мумификация. Мумификация возможна только в сухих слоях почвы, в песчаных слоях. В котыне преобладают песчаники, поэтому такие поздние трупные изменения вполне возможны. Ну и гниение. Гниение в итоге приводит к скелетированию трупа, к очищению костей от мягких тканей, к полному очищению. И это обычно наблюдается при давности захоронения свыше 3-х лет. В докладе доктора Бутса говорится о том, что все трупы можно условно разделить на 3 группы. Первая группа имела незначительно выраженную мумификацию, что в принципе соответствует времени менее чем 6 месяцев от момента захоронения. Вторая часть трупов, большая, имела начальную стадию развития жировоска, то есть это менее года давности захоронения. И часть трупов, извлеченных со дна могил, имела более далеко зашедшую стадию развития жировоска, что в принципе можно приравнять почти к полному формированию жировоска. Это значит давность, год и возможно более. Если перевести на такой язык обывателя, это что значит? Это значит, что в различное время, да? То есть подкладывались туда? Я думаю, что это значит, что никак нельзя с 40-м годом датировать. Это основной вывод. И я хочу прощения просить у наших телезрителей радиослужащих, что такие подробности слушают, но это ради научной истины. Тема такая, да. Иван Александрович, что это значит, если вот так вот нашему рядовому телезрителю рассказать? Значит, это значит следующее. Если трупы в состоянии полного развития жировоска можно отнести к давности пребывания в земле в течение года и более, то можно считать, что эти трупы могли быть захоронены достаточно давно. И это более года, значит, это мог быть и оккупационный период, и можно в данном случае с некоторыми, так сказать, натяжками говорить и о 40-м годе. Но что касается других категорий трупа, то они однозначно не вписываются в дату якобы советского расстрела. 40-й год. Да, 40-й год. Более того, они не совсем вписываются и в дату расстрела 41-го года, который якобы провели немцы после занятия этой территории. Получается, что это еще меньше давность захоронения. А с учетом неоднородного расположения трупов могил, по периметру трупы были уложены штабелями, по 6 тел. По периметру. По периметру в каждом уровне. А в центре могилы трупы были расположены хаотично. То вот этот признак, он, в общем-то, условно указывает на то, что могила докладывалась. Докладывалась. Да, трупы докладывались в эту могилу. Это вот первый источник, который позволил вот так вот определить давность захоронения. Второй источник — это книга Франсишека Гайка, в котором более конкретно и более четко описано состояние трупных изменений. Причем он трупы со дна могил охарактеризовал как почти полное развитие жировозка. А это значит, дата захоронения приближается к году. Но в этой ситуации трудно говорить о двух, о трех годах. Все остальные группы, которые выделяет он среди трупов, в целом соответствуют тем трупам, о которых пишет доктор Борис. После занятия территории советскими войсками в 43-м году была начата работа по эксгумации трупов и по исследованию этих тел, извлеченных из могил. Сама же экспертиза была проведена в январе 44-го года. При экспертизе была проведена относительно 925 трупов. При этом все трупы, все 925 были подвергнуты вскрытию. И в этой ситуации только три трупа ранее подвергались судебно-медицинскому вскрытию. Другие же трупы были вскрыты впервые. Характер описания трупных изменений, которые обнаружили специалисты комиссии Бурденко, говорит о том, что давность захоронения достаточно небольшая у большинства трупов. И в целом характер трупных изменений соответствует тем данным, о которых говорится в докладе доктора Бутца и в книге Гаека. То есть значительных расхождений нет. Еще раз напомним, что это был 44-й год, когда проводилась экспертиза. Да. Давность захоронения уже соответствует 3 годам, 8 месяцам. После предполагаемого советского расстрела весной 40-го года. Вот в этих условиях значительного противоречия между этими тремя заключениями нет. Но даже есть какое-то сходство. И в итоге все это позволяет говорить о том, что это не мог быть расстрел с 40-го года. Это говорит наука. У меня вопрос к Ивану Александровичу, который я хотел задать на конференции, но не успел. И вот сейчас он актуален в связи с тем, что он говорил. Скажите, вот те эксгумации, вскрытия, которые проводились в 40-х годах, и вот сегодняшнее ваше исследование, наука патологоанатомии продвинулась? Или она как была на этом уровне? Или все-таки сегодня можно говорить, во-первых, в сравнении трех источников, что-то новое вы нашли? И вообще в том, что наука продвинулась, что-то новое можно сказать? Вот такой вопрос. Ну, наука, безусловно, продвинулась, но в данной ситуации достаточно ограниченное количество современных источников есть, которые позволяют более-менее четко определять давность захоронения по поздним трупным изменениям. Одна из таких хороших книг написана профессорами Плаксином и Тиньковым. И вот основные критерии по определению давности захоронения я брал, используя эту книгу. То есть новой по отношению к тому времени, да? Да, это уже достижение последних лет 2020 года. Сейчас только что наш гость Иван Александрович Дубровин, профессор кафедры патологической анатомии Тверского государственного медицинского университета, подробно доказал даже, с точки зрения наукой, научными фактами доказал, что захоронения, массовые захоронения в Смоленской области, это знаменитая Катынь, да, что они не могут быть датированы с 40-м годом, что это намного позже свершилось. Да, и, Максим, на все вопросы ваши непосредственно, что это современные изыскания уже наукой инициативы, и на основе важных источников медицинских светил, да, Иван Александрович, фамилии которых вы говорите. Елена, ну вот здесь вообще-то нужно некоторую точность тоже все-таки внести, уточнение. Все-таки не Катынь, там даже Катынь говорят, а все-таки это Козий лес, да? Козий горы. Козий горы. Да, Козий горы. Во-первых, начнем с того, что есть некоторые аналогии. Катынь, преступление фашистов, сжегших, и, понимаете, вот это созвучие Катынь... И оно путается в сознании людей, чем на герещи. Да, да, оно начинает наслаиваться на сознание людей непосвященных, и идет смешение. Речь ведется о зверствах. А Катынь, это мы с вами знаем, это вообще беспрецедентное по своей жестокости событие, устроенное фашистами в период Великой Отечественной войны. И вот как раз вот эти Козьи горы нужно, наверное, правильно называть объект, да? На конференции еще раз этот вопрос был затронут, и исследователи некоторые сошлись во мнении в том, что все-таки это вот то, что Катынь, это была спланированная Геббельсом спецоперация, настолько много уровней было там вложенности смыслов, что даже вот эту Хатынь и Катынь, как бы, туда вложили. Это уже неспроста. Вот здесь нужно позже разграничивать очень четко. Потому что Козьи горы это место, а Катынь это какая-то отдельная деревня за много километров от этого места. Поэтому связать это мог только специально настроенный на этом ум вот этого пропагандиста. Вот на этом акцент обязательно нужно сделать. Да, позвольте, я тоже продолжу мысль коллег, которая совершенно справедливая мысль, она здесь прозвучала. По поводу, ведь родоначальником вот этой теории вот этой зверств НКВД был доктор Геббельс, как его называли, да, главный пропагандист нацистской Германии. И он это сделал, конечно, он талантливый был пропагандист нацистской Германии, и он это сделал мастерски, и в том числе присвоив вот это имя Катынь. И с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с самой настоящей, уже не с доктором Геббельсом, а сейчас, современной Россией. Мы имеем дело с самой настоящей информационной войной. Потому что, между прочим, Медная тоже, сам вот этот полигон и все вот эти вот дела, которые там вот происходят, они же не в самом Медном. Они были в деревне Емок. 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 Деревня Емок, собственно. А там были дачи с НКВД. Что ж, они жили на костях, что ли, получается? А почему Медная? Потому что это символ. Медный колокол, медные таблички. То есть из этого можно, из слова Емок, вот с ним играть невозможно в информационном плане и в плане пропаганды. А слово Медная, оно прямо просится для этого. Понимаете, таблички Медная, село Медное. И мы еще не до конца осознали вот это явление. Ну, конечно. Я сейчас только задумалась, я в этом русле и не думала. А все вот эти события, бои, кстати, вот кровопролитные бои, которые происходили для того, чтобы выровнять вот этот выступ, который образовался в результате прорыва немецких фашистских войск. И это была осень, это еще была не наступательная операция, это была оборонительная операция. Осень 41-го года. Необходимо было любой ценой закрыть этот прорыв. И там шли кровопролитные бои, и после которых огромное количество красноармейцев, погибших, просто захоранивали в братских могилах. И они не идентифицированы, они не найдены. Да, вот о чем мы говорим уже несколько лет. Там несколько ивакогоспиталей стояло, там стоял медико-санитарный батальон, там есть захоронения, где ампутированные конечности погреблены. Надо сказать, что наконец, уже на федеральном уровне, в резолюции закреплено то, что необходимо провести эти исследования, в том числе и вот этих фактов, которые говорят коллеги, и в соответствии с этими исследованиями поменять концепцию, может быть экспозицию мемориала медной. Потому что многие очень источники говорят о том, что вот те неофициальные там эксгумации, которые проводили на этом месте поляки, подняли огромное количество останков, которые не имеют никакого отношения к культивируемому вот этому мифу о расстреле поляков. Потому что они сами дают такие детали в своих исследованиях, которые наталкивают на мысль о том, что там могли покоиться красноармейцы. То есть они называют огромное количество цифр, найденных ими черепов без пулевых отверстий. Что это? Вот поэтому, да, один из пунктов резолюции, в целях установления точного количества захороненных там людей, их идентификации, необходимо провести поисковые работы с привлечением специалистов, антропологов и археологов. Да? Это то, о чем говорили мы же здесь за этим круглым столом. Много лет. Много лет уже. И говорили, что необходимы новые работы. Все на конференции сошлись, что нужно обязательно пригласить польскую сторону. Но, видя вот это отношение, уже начинают люди сомневаться, что примут ли они в этом участие. И нужно, как бы еще раз, может быть, используя вот вашу площадку и трибуну, еще раз обратиться к польской стороне, что это необходимо прежде всего им. Потому что вот то количество 6000 убитых поляков там никто и никогда не нашел. Если они хотят поучаствовать в этом и что-то действительно внести в научное поле исследований, то это необходимо им участвовать в этом. Потом, если они не примут участие, потом скажут, что мы, вот если это все будет до конца доведено, то, что изложено в резолюции, начнутся новые экзагмунационные работы, они что, планируют сказать потом, что мы не участвовали, значит, все это фикция? Я думаю, такой номер не пройдет. Нам нужно установить, наконец-то, правда, поставить точку, да? Потому что это многоточие, это уже вопрос висит много раз. Давайте науку привлечем, вот как сейчас, да, у нас Иван Александрович Выстрогин. Замечательно. И он, многие вопросы уже в чем-то поставлены. Позвольте вот еще сказать, кроме того, что наука судебно-медицинская, вот такая вот экспертиза, это одна сторона науки, а есть еще эти исторические изыскания, которые, по сути, по-настоящему никто не делал. Вот эти разрозненные факты, вот, что находятся какие-то имена, которые и там, и там, но это абсолютно малая часть того, что должно быть сделано. В частности, значит, вот даже поверхностное изучение, вот я изучаю, например, списки людей, которые были этапированы, там, неизвестными, уже теперь не восстановить, какими путями, там очень сложно все это было, это же начало войны было, 41-й год, в северных лагерях, на территории Коми, на территории Вологодской области и так далее. И я читаю просто вот эти, там полных списков нет, ну, какие-то разрозненные. И многие фамилии совпадают. Может быть, это однофамильцы, но нужны хорошие, полновесные, архивные исследования, просто списков. Вот, позвольте, я сейчас, ну, чуть-чуть займу одну минуту. Это немножечко совсем, Ольга Александровна, потому что время бежит. Одну минуту буквально, понимаете, вот до сих пор, вот, на конференции было сказано, у нас нет списков армии Андерса, у нас нет списков армии Берлинга, которые, две армии польские у нас сформировались для того, чтобы уже двигаться туда, на запад. У нас нет много чего, а если мы сведем эти списки, положим одни списки, и списки медного, мы просто увидим, что эти люди участвовали потом в боях, кто-то где-то погибал, кто-то погибал в качестве венопленных уже на территории Германии, Польши и так далее. И мы увидим, что очень многие фамилии, которые на табличках в Медном, на самом деле эти люди жили после 40-го, 41-го и даже 43-го годов, и погибали гораздо в других совершенно местах, понимаете. Поэтому нам говорят, а где же они, почему они не вернулись в Польшу? Потому что это была мировая война. Много поляков погибло, не только наши миллионы советских, но и поляки погибли, в том числе в концентрационных лагерях, вот эти шталаги, которые... Вот я даже захожу на сайт, громадный сайт Министерства обороны, называется «Мемориал», где фамилии погибших. Есть сайт, который называется «Подвиг народа», там все награжденные. А есть сайт «Мемориал», где погибшие. И смотрю, смотрю, польские фамилии вот из этого Медновского списка. Масса совпадений. Мне скажут это аннофамильцы. Надо разбираться. Надо разбираться. Разбираться не очень хотят. Вот мы читаем последние исследования наших оппонентов, которые они издали, многостраничный результат с их какими-то доводами, еще что-то. Но резюме читаем господина Гурьянова, который говорит, что ни в коем случае не допустить новых эксгумаций на территории Медвеста. А вопрос почему? Ну, к нему надо, а он не приехал. Я надеюсь, что если конференция проходила под эгидой российского военно-исторического общества, все-таки будет на другой уровень поставлен этот вопрос, да, решать? Там прозвучали вообще очень смелые предложения. Во-первых, ну вот получается, что единожды, вот создав вот такой миф о расстреле невинных поляков, мы долгое время оправдываемся, а почему российская сторона до сих пор не спросила с польской стороны за то, что по разным источникам от 80 до 120 тысяч красноармейцев были в польских концлагерях зверски уничтожены в период 19-21 годов. Почему до сих пор польская сторона не объяснила вот этот демонтаж памятника Коню, освободителю? Да сколько памятников Коню? Ну вот, вы понимаете, и очень печально, что мы вот все время находимся в каком-то состоянии оправдывающихся. Вот совершенно огульно, совершенно вот без подтверждения, без фактуры были сделаны какие-то заключения, и они стали основой для серьезнейших выводов на разных уровнях. Я вам хотел бы вот привести маленький пример. Вот я знаю, Ирина, вот мы с вами же проводили здесь, вот Максим присутствовал, программу, когда передавалась одна из табличек на хранение Тверскому отделению российского комбинара. Табличка снятая о создании Тверского медицинского университета. Вот я бы хотел немножко коснуться этой части вопроса. Ну, во-первых, вполне естественно, что Тверское отделение, старейшей российской миротворческой и благотворительной организации Российского фонда мира, не остается в стороне от этого вопроса. Во-первых, одним из основных направлений деятельности фонда в целом, это является программа «Память народная». И мы много делаем в этом плане и последовательно настаиваем на то, что в том числе должна быть и воздана память красноармейцам, погибших защищая подступы к Твери, и те, кто умер от ран в госпиталях. Почему до сих пор не увековечена их память? Но, все же о табличках. Вот когда мы передали, вот передача «Максим здесь, в этой студии, в прямом эфире передал мне табличку, и Тверское отделение фонда, выразив добрую волю в рамках народной дипломатии, пошло на этот шаг осознанно». Далее, вот этим событием очень под интересным углом, как потом оказалось, заинтересовались западные средства массовой информации. В частности, достаточно именитый медиахолдинг Deutsche Welle. И приехала сюда журналистка, причем наша землячка, тверская девушка Елена Барышева, с которой мы встречались. То есть, ну, правда, на тот момент я был не совсем здоров, но она упросила, чтобы я показал ей табличку. То есть, вы продемонстрировали? Я уже привез, показал ей табличку, рассказал ей о том, чем занимается фонд, объяснил ей позицию. Ведь дело в том, что Максим, да, он активист, общественный деятель, но он исчерпал тот ресурс, который на тот момент имел. То есть, он обратился с открытым письмом к общественности, обратился в посольство Польской Республики. Я просто решил, что, может быть, у фонда мира, и справедливо совершенно, многие поддержали, что больше есть возможности. Мы откликнулись на вот такую просьбу коллеги и решили, что действительно вполне резонно будет наше участие в этом процессе. Ну, как же я был удивлен трактовкам вот этой журналистки, которая весьма фривольно и, я бы сказал, тенденциозно осветила те события. Во-первых, из того, что я ей сообщал, в этой статье не было ни слова. Но, совершенно по непонятным, значит, причинам, она вспомнила и мою депутатскую деятельность, приписала мне несуществующее партийное членство. Потом уже в беседе я говорю, ну, это же, Лена, откровенная ложь. Ну, что же, она, конечно, поправки внесла, но объяснила мне тенденциозность своего подхода своим видением журналиста. Я говорю, вы знаете, если вы беретесь за то, чтобы давать вот такую справедливую оценку, беспристрастную тем или иным событиям, то вы должны хотя бы какую-то прямую речь указать, мою. Вот, вы же ни слова из того, о чем я вам рассказывал, не указали. Вы какие-то привели доводы противной стороны и свои умозаключения. Простите, тогда у меня очень большой вопрос к объективности освещения. А ведь я же ей предложил, и как раз телеканал Тверской проспект освещал ее приезд, потому что все-таки было это событие, ну, когда приезжает журналист из известного издания по достаточно резонансной проблеме. Конечно, это привлекает интерес общественности. И я ей предложил, я говорю, может быть, вы что-то скажете вот здесь для местных СМИ, несколько слов о вашем визите, о интересе вашего издания к этой проблематике. Что же она мне, эта девушка, ответила? Она мне говорит, а я неуполномочена. Ну, вот задумайтесь о проявлениях демократии, да, вот такого демократического подхода, да. Ну, как же так, милая, если так все заорганизовано? Как же так? И в результате мы получили вот такую совершенно однобокую, тенденциозную, на мой взгляд, статью, которая совершенно не отражает реалий. Потому что действительно это преподнесено было как некий между собойчик, когда какой-то Кормушкин какому-то Рогозину передал табличку для чего-то. Не было учтено, что это коллегиальное решение общественной организации, которая долгое время, да, сделано это публично, долгое время уже занимается именно в рамках проекта народной памяти и делает для этого очень многое. Уважаемые друзья, программа к концу подходит. Давайте, кто что не договорил. Да, вот развивая мысль Сергея Николаевича о том, что нам навязывали вот эту позицию извиняться, тамкаться и так далее. Действительно, в нашей стране на протяжении 30 лет было отказано в таком совершенно важном базовом понятии, как историческое достоинство. Историческое достоинство, оно необходимо для общественного сознания, потому что без него просто не существует нации. И вот прошедшая конференция, конференция, о которой, собственно, сегодня посвящена сегодняшняя передача, дает основания для осторожного оптимизма в том смысле, что уже на самом широком, как бы, таком уровне начинают задумываться в правомощности такой позиции, когда извиняться, каяться и так далее. Поэтому я бы сказала, что результатом этой конференции было как раз формирование позиции для поворота, крену в сторону этого исторического достоинства. Ольга Александровна, многие спросят, уважаемые друзья, на вопрос ко всем, многие спросят наверняка, где взять материалы конференции. Я знаю, что в резолюции также планируется создать вплоть до фильма, да? Мало того, что освещать всесторонние результаты, кто выступал? Резолюция доступна на сайте Российского военно-исторического общества, огромное количество уже статей, да, то есть в социальных сетях уже все поделились этими материалами, докладами, то есть можно там поискать, я не знаю, как это правильно указать, источники. Вот, ну и фильм, который планируется по показаниям Токарева, я думаю, туда войдут эти материалы конференции. По показаниям Токарева два слова, кто не знает об этом? Это главная военная прокуратура в рамках уголовного дела 159 провела допрос Дмитрия Степановича Токарева, начальника ГУГБ НКВД здесь по Тверской области. И в своих показаниях он дал очень много противоречивых, сделал много противоречивых заявлений, которые было принято решение, в том числе на этой конференции, проверить с помощью секундомера, с помощью реконструкции этих событий, пути вот по этим лестницам в Тверском государственном университете. Ну вот у нас Иван Александрович из этого университета, можно ли было там 6 тысяч человек, или вы в этих подвалах не заходили? Ну он, конечно, не знает. Я в этих подвалах учил. Это тоже тема для отдельного исследования. А то есть Санчел Сарман, он делал первичный подобный эксперимент, но мне кажется, это надо повторять более тщательно. Ну как, уважаемые друзья, как нужна эксгумация, как архивы снова изучать, как фамилии каждой, чтобы поменьше вопросов-то было в этом непростом деле. Желательно вообще поставить точку. И коль скоро нельзя в плоскости вот такой переговоров и дискуссий добиться согласия, значит тогда, наверное, нужно уже апеллировать языком суровых фактов, вот от которых откреститься уже никакой возможности просто не будет. Ну вот как у нас сегодня Иван Александрович Дубровин сказал, это факты. Ну кто попрёт-то? Никак. Невозможно. Против. Невозможно. Здесь уже никак, это уже говорит наука, и здесь тоже самое важное исследование, да? Ну, можно сказать, что конференция дала огромный импульс, и вот Иван Александрович исследование мы можем назвать как новое, может быть, как вот комиссия Бурденко была, и это новое уже слово в этом. Уважаемые друзья, время эфира подошло к концу, так независимо можно было ещё говорить. Спасибо огромное за участие в программе, будем ждать хороших новостей, всего доброго, до свидания, будьте здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.